Глава района держит на контроле подготовку к одному из самых главных праздников. День Победы в этом году юбилейный, а потому должен быть особенным. К 70-летию в Лобинске ведется строительство уникального мемориала, увековечивающего имена почти 11 тысяч земляков. Что говорит книга памяти? Когда мы смотрим, и я не верю, вот я смотрю, я не могу привыкнуть, что это лобинчане, столько лобинчан, которые ушли на фронт и не вернулись. Вот то, что сейчас там, а если это в каждом районе будет стоять такой мемориал, возможно, он и будет стоять, но я говорил о том эффекте, когда просто к мемориалу возлагаешь цветы или венки, это видишь одно состояние, но когда ты видишь эти бесчисленные фамилии, и при том целые семьи ведь там, или однофамильцы, или семьи целые, их нету, то это совершенно иное, это сколько не вернулось здоровых, крепких мужиков, которые должны были род свой продолжить. Александр Сачиков возглавляет Оргкомитет Победа. В районе в рамках празднования юбилея проходит большое количество различных мероприятий, и каждая строка в планах должна быть реализована. Такая задача ставится перед ответственными. Разработан и утвержден комплексный план мероприятий, посвященных Дню Победы, куда вошли планы всех поселений и городского, и сельских, всех наших бюджетных управлений, общественных организаций, совета ветеранов, военкоматов. Это целый том, сегодня созданный, собранный комплексный план, в который вошли около 700 различного рода и уровня мероприятий. И я, коллеги, хочу сразу, вот не перечисляя всех, сказать, что прежде всего, все, что запланировали, нужно провести. Ответственность на нас лежит очень сильно. Еще раскрутка только началась. Первый провел селектор, губернатор, выступал свеженец Владимир Павлович по этому вопросу. С сегодняшнего дня начинается досмотр и реальность, так сказать, как, где, что выполняется. По краю намечены очень большие мероприятия. В Лабинском районе, как и в других на Кубани, помощь фронтовикам оказывают шефы и волонтеры. Традиция будет продолжена. В этом году мы не просто будем закреплять и до конца недели мы должны расписать наших ветеранов по коммерческим структурам, по школам, по всему волонтерскому движению. Но и каждый из ветеранов будет закреплен сегодня за нашими муниципальными служащими по образу, так сказать, по опыту других районов. На наш взгляд это правильно, это будет сакцентирована предметная работа с этим ветераном и по решению каких-то его социально-бытовых условий, лечению, волонтерской работе, материальной помощи. Участие молодежи во всех мероприятиях – часть воспитательной работы. Школьники вносят вклад и на ученической ниве, участвуя в патриотических мероприятиях и творческих конкурсах. Замглава района по соцвопросам отмечает, что поисковые и исследовательские работы молодежи имеют большое значение. Конкурс исследовательских, краеведческих работ, их помнит мир спасенный. Мы раньше не помним, уже давно кануло в лету, когда у нас туристические станции занимались краеведческой работой. На сегодня это как бы выходит, новый пласт поднимается. Это очень важно. Живая классика, это юные чтецы наши идут. Конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна, моя Россия». То есть, настолько это важно и для самих учащихся школ, учебных заведений, но и важно оставить это в памяти людской. К большому празднику большая подготовка. Глава района в очередной раз напоминает о необходимости привести в порядок все воинские захоронения и памятники, даже в самых отдаленных уголках. Времени остается все меньше. И общее санитарное состояние населенных пунктов не должно вызывать вопросов. Горы, станицы, хутора должны выглядеть соответственно нарядно. О том, как украшается райцентр, рассказал мэр. Были установлены панель кронштейны уже на площади Родина в городском парке. Сегодня они готовятся для установки на улице Турченинова в районе 7-й школы с портретами ветерана в Одесной войне. Баннеры на въездах Армавира-Курганинска, мост Армавирское шоссе и еще будет такая, может быть, наверное, неожиданность дополнительная. На Владимировском кольце будет установлен баннер-панель 85 метров длиной с, так сказать, всей архивной исторической справкой. На завершение совещания слово взял главный врач ЦРБ, председатель районного совета. Ренат Жарков проинформировал всех о проведении в станице Каладжинской кардиодесанта. Медицинская акция состоится в эту субботу, 21 марта. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.